Всем привет, с вами Глент, и вы на моем канале, ребята, сегодня мы с вами построим парк аттракционов. Не переживайте, я в этом шаре. Я был в четырех топовых парках аттракционов, ребят, я знаю там все. Я покатался на всех каруселях, я катался на самой быстрой карусели в мире. Поэтому опыта у меня достаточно. Даже если что-то будет не получаться, ребята, всегда можно придоносить и сделать наш парк максимально грандиозным. Обязательно досматриваю это видео до конца, чтобы увидеть, какой парк в итоге у нас получится. Мне кажется, будет очень круто. Поэтому предлагаю не медлить и сразу же начать. У нас есть красная кнопочка, которая называется начать тайкун. Ну и я предлагаю на нее наступить, погнали. Та-дам! У нас появляется мостик, вот такой вот мостик. И за 30 долларов мы можем построить входные оборота в наш парк. Давайте это сделаем. Та-дам! Уху! Нифига себе, с какой она красивой подсветкой, вы просто посмотрите. Стартовый путь, 60 долларов. На самом деле у меня на балансе больше 1000 долларов, поэтому я спокойно это все делаю. Вау! Ребята, слушайте, приточка красивая. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь появился супер-мега-уборщик. Посмотрите, в какой он машине будет кататься и убирать наш парк. На самом деле чистота в парке это очень важно, потому что все кушают свою сахарную вату, напитки, бургеры и так далее. И все это разбрасывать. И хочется, чтобы в моем парке аттракционов было чисто. Поэтому обязательно потом его купим. Но пока что мы покупаем стартовые втулки. Я не знаю, что это. Вот у нас очертанием показано, что это будет. Пока вообще непонятно. Давайте купим, посмотрим. А, это зелень. Ну, зелень в парке точно нужна. Ну и пока у нас еще ничего не готово, я хочу посмотреть, как у других выглядит парк аттракционов. Например, поехали вон туда. Мне просто интересно, что делают люди. Обалдеть, просто посмотрите. Дальше не пойду, чтобы не спойлились. Но капец, какой он должен красивый получиться. Ребята, досматривайте ролик до конца. Мы сегодня все сделаем максимально четко. Кстати, у меня уже почти 2000 долларов. Это очень хорошо. Оплата у нас происходит каждое, по-моему, 10 секунд. Да, оплата происходит каждое 10 секунд. Поэтому, в принципе, с деньгами, я думаю, проблем не будет. А это значит, что парк будет по-настоящему огромный. Помимо уборщика, у нас здесь есть еще вот такой вот вертолетик. Посмотрите, прикиньте, над парком аттракционов будет летать свой собственный вертолетик. И такое реально есть в парках аттракционов. Например, в Шанхае, когда мы там были, там просто вертолеты туда-назад летали. Поэтому нам он точно сегодня пригодится. Ну а пока мы просто строим главный путь за 130 долларов. Ну это, в принципе, обычная дорожка. Ничего необычного нет. Дальше у нас есть какой-то космический путь. Блин, интересно, как он будет выглядеть. Потом это все обязательно приобретем. О, стоп, вот, 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 вот. Space Zone, посмотрите, у нас вот такая вот ракета появилась огромная. Обалдеть, красота. Но вроде бы пока деньги позволяют просто развиваться. Например, мы построили вот такую вот детскую зону. Конечно же, мы сейчас ее немножечко доразвиваем. Вот, например, кнопка безопасность. Что это такое? Что мы купили? Не понял, а в чем безопасность? Чувствую, что игра меня начинает скамить. Давайте нажмем на кнопку за 500 долларов. Ребята, посмотрите, у нас первая карусель. Она, правда, детская, но ничего, это уже хорошо. Уже сможем зарабатывать на нашем парке аттракционов. Смотрите, кто-то пришел. Контроль езды нормальный, быстрый. Давайте быстрый нажмем. И что? Мы поехали, ребята! Е-мое, мы в парке аттракционов, где можно даже покататься. Нифига себе, какая карта проработанная. Так, а как слезть? Ребята, выпустите, меня тошнит. А, все, фу, вроде бы все. В общем, поздравляйте, в нашем парке аттракционов первая карусель. Теперь мы поставим свет. Свет, я так понимаю, будет виден только ночью, поэтому сразу проходим дальше. Есть путь грязи. Что? Вот это вот? Путь грязи за 300 долларов. Вот это вот я купил за 300. Это что такое? Туалеты за 330. Погнали. Та-дам, туалеты, это нужная тема. Причем, мне кажется, парк аттракционов, они должны быть на каждом повороте. Реально. Кстати, кто там поехал на секвей? Он катается. Охранник, здорово! Если что, я твой босс, меня не надо задерживать. Так, а это что? Мусор? Кто мусорит в моем парке аттракционов? Это что такое? Нам в любом случае порадобится чистильщик, потому что, я так понимаю, мусора здесь будет много. У нас одна карусель и уже две горы мусора. Но предлагаю немедлительно сразу же расширять наш парк. Окружающие деревья за 370 долларов. Ну, кстати, на самом деле, выглядит прикольно. Такая огороженная зона. Что здесь будет? Путь чашек. Полторы пищи! Поездка на чашках! Ооо, ё-моё, ребята, вы бы знали! У меня в родном городе был похожий аттракцион. Нас там просто вот так вот крутило. И всегда говорили, что это детская карусель, но она была нифига не детская, ребят. Там реально можно было стошнить. Давайте попробуем прокатиться. Погнали. Я сижу на чашках. И... В игре это вообще не чувствуется. То есть так немножечко-немножечко крутит, но в жизни, ребят. Мне кажется, что многие из вас уже катались и знают, о чём я говорю. Если катались, можете в комментах отметить и сказать, было жёстко или нет. Всё, чашечки остановились, и мы можем идти дальше. Кафе. Кстати, кафе это тоже очень приятно, очень выгодно. Давайте всё это сделаем. Нам прям нужно целую кафешку построить. Погнали, погнали, погнали. Мне очень нравится, как здесь всё развивается. И свет, и скамеечки. И всё это прям очень-очень красиво. Всё, кафешка, в принципе, практически готова. Остаётся сделать кафе за 1200 долларов. У меня таких денег нет. Надо немножечко подождать. На данный момент вот этот вот парк мне приносит каждые 10 секунд по 690 долларов. Это и не много, и не мало. То есть, чтобы всё это дело развивать, конечно, нужно больше денег. Но, ребята, первая кафешка, добро пожаловать. Капец, как она подсвечена. Прямо сразу видно, что это кафешечка. Кстати, очень прикольный маркетинговый ход. Здесь детей я стал кататься, а сам пошёл кофейка попил. Отлично. Но нам нужно продолжать расширяться. Мы строим ещё путь. Long Pace Way. Какая-то длинная штука. Вот такая вот длинная дорога. Ага, я понял. Но слушайте, буквально за пару минут игры наш парк начинает преобразовываться. И он уже похож на парк в моём родном городе. Только людям не нравится, что здесь очень много мусора. Ребят, сори, я про мусор вообще забыл. Они ходят, и их прям поташнивают, потому что всё это дело воняет. Сори, 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 сори. Мне кажется, это сейчас будет глобальная проблема. Люди будут приходить и сорить, поэтому нам нужно покупать чистильщика. Точнее, уборщика, который просто посмотрите на эту махину. Погнали, давайте узнаем, сколько здесь стоят донаты. 150 робуксов, 300, 250. Так, сейчас я всё это посчитаю. В общем, на весь парк донаты составляют 1200 робуксов. Самое время закупиться. А делать я это буду при помощи своего бота, который помогает донатить в игры. LilPay. Ссылочка на него есть в описании, либо в комментариях. Заходите, там реально всё очень легко и просто. Вот, например, я выбираю категорию. Мне нужен роблокс. Возьмём где-то 1700 робуксов. Нажимаем купить. Пишем свой логин. И теперь пароль. Итак, финальная проверка заказа. Товар 1700 робуксов за 1673 рубля. У меня баланс 6000, мне хватает. И данные для оператора. Логин и пароль. Всё верно. Заказ создан и принят в обработку. Сейчас нужно немножечко подождать. Опа, оператор подключился прямо в эту же минуту. Здравствуйте. Приветики. Пока робуксы пополняются на мой баланс, я, ребят, вам хочу сказать, что LilPay это реально клёвая тема. Куча игр, всё честно и прозрачно. Если вы хотите куда-то задонатить Fortnite, стендов, роблексы и ещё миллион разных игр, заходите в LilPay. Там это можно сделать максимально выгодно. Код двухшаговой проверки отправляем. Через 4 минуты мне оператор пишет, готово. Да, 1700 робуксов прямо сейчас пришло мне на баланс. Если не знаете, как задонатить свои любимые игры, LilPay. Ссылочка в описании. Ну а тем временем у нас уже 13 тысяч долларов и очень-очень много робуксов. Самое время всё это приобрести. Супер чистильщик, погнали, я тебя покупаю. Тум, давай иди убирай мусор, у меня здесь гости всё засрали. О, поехал. Нифига себе он быстро убирает. Вот это у него скорость. Ну а теперь самое время купить вертолёт. Вертолёт был приобретён. И что, мне даже просто тупо интересно, что он будет делать? Он прям будет летать над картой, реально? Так, вертолёт пропал. Он где? Я его не вижу. Так, а это есть какая-то кнопочка, мы можем его заспамить. И что? Мы можем летать на вертолёте! Чего? Ребята, я на вертолёте могу летать над своим парком аттракционов. Это что такое? Так, ладно, всё, приземлите меня. Как приземлиться? Я не знаю, как приземляться, я сейчас парк разнесу. Ребята, пытаюсь припарковаться на своём же вертолёте. Посмотрите, какой я здоровый по сравнению с этим вертиком. Я его припарковал, чтобы он здесь наводил красоту. Ну а теперь самое время купить космический путь. Он стоит 350 баксов. Я вообще не знаю, что это. Космический путь. Это, наверное, какая-то дикая горка. И что? В смысле? Непон. Я сейчас могу построить космическую платформу, ребята. Я могу построить путь. Тут реально сейчас будет ракета? Нет, ну погодите, ну только честно, ну только не обманывайте меня. Здесь есть марсоходы, отлично. Здесь какие-то трубы мы проводим. Ребята, это что, в моём парке аттракционов будет настоящая ракета? Вау, посмотрите. В моём парке аттракционов будет отдел про космос, посмотрите. Это что? Стоп, я могу на нём поехать? Ребят, я сел в ракету. Я улетаю в космос. Что здесь вообще происходит? Я просто улетел. И назад приземляюсь. Ну, такого, конечно, в Дубае не было. У меня даже лучше получается. Вау, вот это кайф. Мне тупо все владельцы парка аттракционов сейчас будут завидовать. Люди уже сюда начинают приходить. Давай, иди, малая, покатайся. Это просто капец. Так, ракета. Я построил какую-то дикую ракету. И на этой ракете, ребят, можно будет покататься. Ну, перед этим я, конечно же, хочу вот сюда всё поставить, сюда. Деньги пока есть. Здесь стоит специалист по ракетам, чтобы понимали просто, насколько здесь всё круто. Баги, астронавты. Я всё это покупаю, потому что это просто мега кайф. И даже здесь можно покататься. What the hell is going on? Я построил космический центр, ребят. Прямо здесь. Чего? Макет Земли. Что происходит? Я строю макеты всяких ракет, чтобы люди могли сюда прийти и посмотреть, что же здесь происходит. Обалдеть, они ещё все разные. Вот это проработанная карта, ребята, посмотрите. Я просто отстроил вот эту вот красоту. Ну и теперь, как и обещал, давайте прокатимся на этой бешеной ракете. Я не знаю, что здесь будет происходить. Так, куда я сел? Ребят. Офигеть. Я на такой похожей штуке катался, тебя подвешивают и раскручивают. Вот на такой штуке я реально катался. И это есть в моём парке аттракционов. Причём, видите, там снизу тоже кто-то катается. Со мной чел какой-то сидит, я не понял. Это вообще-то мой парк аттракционов, я здесь должен один кататься. Это private nest, окей? Ну что, карусели уже начинают работать. Вон ракета вверх полетела, чтобы вы понимали, насколько здесь всё прекрасно. Но это ещё только начало. Где американские горки? Согласитесь, нужны американские горки. Без этого вообще не прикольно. А это что такое? Конная гора. 300 робуксов? Мне даже интересно, что это? Давай посмотрим на тебя. Стоп, это лошадь? Я могу кататься на лошади по своему парку аттракционов. Просто тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Неплохо. Так, ну ладно, погнали. Мы построили пиратский корабль. Вот мы вот на точно таком катались в Шанхае, прикиньте. Обалдеть. Флаг дерева построим, вазы построим. Короче, здесь пока что всякий декор происходит. Ничего страшного, это тоже нужно. Нужно создавать антураж, потому что в этом и суть парк аттракционов. Я просто здесь вот так вот пробегусь, всё построю. Пиратский отсек, пиратские горки. Та-дам! Вот это красота! Посмотрите, здесь есть уборщик за 2500. Я купил ещё одного уборщика. Вообще-то у меня есть суперчистильщик, который стоил 250 робуксов. Ну ладно, ничего. И есть какой-то фруктовый стенд. Так, давайте. Я купил за 2500 бабку. Я купил бабку, которая продаёт овощи за 2500 долларов. Она мне должна целую грядку свою дать просто после такого. Ладно, погнали. Скамейка за 1500. Всё, надо привыкать к этим ценам. Окей, допустим, кусты. Погнали. Нам ещё, кстати, нужен талисман, то есть маскот. Это тот, кто будет представлять наш парк. Это нужно для привлечения клиентов, чтобы с ним все фоткали, чтобы его можно было использовать в рекламе. Ну, короче, приятно. Давайте, допустим, купим, пускай будет. Это реально полезно. Где он? Он где-то должен ходить по парку, потом обязательно его встретить. Но перед этим мы купим ещё двойные деньги, чтобы зарабатывать больше денег и ни в чём себе не отказывать. Так, всё, двойные деньги сюда. Ну, а теперь мы построим морской оазис. Я так понимаю, это для того, чтобы люди здесь могли ещё и на пляжике полежать или что-то наподобие. Давайте всё это дело застроим. Блин, капец, тут пути дорогие. Обалдеть. Блин, как круто это выглядит. Я прям хотел бы в такой парк. Хотели бы в таком парке побывать или нет? Для вас бы, если бы вы были моими подписчиками, всё было бы бесплатно. Ребята, я построил. Идите, гуляйте. Всё бесплатно. Делайте, что хотите. Но самое важное, чтобы вы были подписчиками. Подписан на канал, вот так вот на входе подписочку показал. Всё, заходи, делай, что хочешь. Всё в твоём распоряжении, ребят. Всё для вас. Я купил за 3000 спящих скелетов. Вот. Окей, допустим. Только подождите, я думал, что это будет место для чила. Там, где, знаете, на море люди бы приезжали. Лежали бы на гамаках, загорали. Но пока что мы строим только скамейки, ребят. Ну и мостик мы построили. А дальше что? Это что такое? Это для чего? Это ещё одна горка прямо среди воды. Представьте, ребята, вы садитесь. Я прямо на лошади сел. И вас начинает вот так вот катать. Водичка плескает. Небольшие капельки воды вам попадают в такую жару. Так приятно, блин. Вау, мне прям очень-очень нравится. Но, ребята, я начинаю завидовать вон тому чуваку. Потому что у него там есть целые американские горки. Мы сегодня без американских горок ролик не закончим. Ну, в общем, мне в целом понравился этот кусочек моего парка. Это было реально нужно. Но я пока предлагаю закрыть именно эту сторону, чтобы уже сюда больше не возвращаться. Здесь всякие хот-доги будут продаваться. Качельки для малышей. Короче, всё сделано по красоте. Так, это что такое? Вот, это зачем? Туннель любви. Мы это покупаем. Ребята, девчонку сюда приглашайте уточек покормить. И всё, и уже всё. Это уже реально настоящая любовь. Посмотрите, туннель любви. Ё-моё. Надо прокатиться. Здравствуйте, вы подписчик? Поехали, покатаемся. Я на коне, если что. Ой, да, здесь так темно. Пещера, вода, лодочка. Но это то, что нужно, реально. Сюда и девчонку теперь не стыдно привезти. Я на это 250 робуксов, если что, потратил, для того, чтобы вы могли здесь, так сказать, погулять. Так, ну всё, туннель любви закончился. Я, правда, на коне. Всё это время, я не знаю, как с него слезть. Но мне нравится. Мне очень нравится, что карта мега продуманная. Ну а тем временем мы просто продолжаем. Покупаем всё, что видим, для того, чтобы посмотреть, что здесь есть. Мы вывеску купили, туннель of love. О, да, 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 то, что нужно. Мы ещё поставим вот такие вот зонтики. Что здесь? Супер пастуэй. Это что такое? Супер вход? Что? Для чего? Слушайте, а мы какой-то... What the hell? Мы купили какой-то мега-мега-мега-мега-мега-аттракцион. Посмотрите, вот это мне уже напоминает американские горки, но там красные. Я хочу те. Ладно, давайте прокатимся. Прокатимся по-быстрому. Так, 3, 2, 1, поехали. От первого лица прям жёстко, 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 жёстко дрифтим. Вверх ногами полетели, ребята, что происходит? Жить, 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 жить. Давай, паркуйся, мне уже плохо, реально. Фух. Давайте немножечко поиграем от первого лица пока что. Давайте походим по нашему парку, чтобы вы посмотрели, как это всё красиво ночью выглядит. Вон там тоже люди уже катаются. Деньги приносятся, парк убирается, всё замечательно. По-моему, в той стороне мы всё уже достроили. Мы можем идти дальше, развивать наш парк. Огненный гидрант для пожаров. О, да, потому что мало ли пожаров, нам нужно обязательно всё обезопасить. Сразу выставляем здесь свет, пока ночь. Свет прям очень кайфно покупать. Это прям сразу видно, для чего мы это делаем. Здесь хот-доги будут продаваться. И, ребят, посмотрите, как жёстко оформятся деньги. У меня уже 87 тысяч долларов. Я просто покупаю всё, что вижу, и деньги не уменьшаются. Это то, что нужно. Знак зоны Дина. Мы сейчас будем Дина зону строить, зону с динозаврами, ребята, погнали. Просто капец, как она красиво выглядит. Всё, заходим. Здесь скамеечки, конечно же, людям нужно где посидеть, где отдохнуть. Потому что по парку вы можете находить и 20 тысяч шагов. О, первый динозаврик. Здорово. Ну, блин, на самом деле, я не знаю. Я бы, наверное, в своём парке аттракционов не делал бы зону с динозаврами. Потому что как будто там никто туда не ходит. Вы вообще любите динозавров? Увлекаетесь этим или нет? Напишите в комментах. Потому что я как-то в детстве пропустил вот эту тему с динозаврами. И я никогда в парках аттракционов не ходил в такую зону. Но мы сейчас делаем какой-то грязный путь опять. Я вообще не знаю, зачем я плачу по 4 тысячи долларов за грязь. Но, допустим, нам нужно всё это отстраивать. Здесь туалет и свет. Всё это нужно делать для того, чтобы всё было красиво. Smooth doubles. Это что такое? А, смузи. Тут будут делать смузи, ребята. И мы построили мега-дерево с каким-то огромным мишкой наверху. Здесь опять же делаем фрут стенд. Он уже получше. Это не так. Бабка в самом начале за 3 тысячи долларов. Здесь уже прям по-настоящему всё красиво выглядит. Динозавр за 4 тысячи. Что это? Вот это за 4 тысячи? Чего? Ну и, наконец-то, мы дошли до ещё одного аттракциончика. Он у нас просто такой вот круговой. На самом деле, я такие аттракционы не люблю. Мне становится на них плохо. Поэтому даже в игре не хочу пытаться на нём прокатиться. Просто хочу идти дальше и смотреть, что мы можем сделать ещё. Уборщик за 12 тысяч. Ну вы что, гоните 12 тысяч долларов за уборщика? Покажите мне хоть как он выглядит. Я его ещё ни разу не видел. Я им за маскота заплатил и маскота ещё ни разу не видел. Деньги никуда уходят. Тирекс. О, вот это должен быть здоровый. О, вот это кабан. О, отлично, хватает. 20 тысяч долларов. Вот эту горку я люблю. Я даже на ней хочу в игре прокатиться. Это вообще кайф. Вот эта горка, это реально настоящий кайф. Просто тарарарам. Ну ничего, что я с конём. Всё нормально, всё хорошо. Не, это прикольная горка. Я за такую бы заплатил. Мне кажется, она в жизни примерно столько и стоит. Где-то тысяч 20 долларов стоит такую горочку создать. Уборщик, он по траве катается. Почему он портит мне мою машину, которую я купил? Бамбуковое дерево, что? О, посмотрите, как много бамбуков прямо сейчас будет. Та-дам, вообще кайф. Скамейка с велосипедными стоянками. Только я что-то не понял, о чём в мой парк аттракционов будут на велосипедах приезжать? Ну ладно, допустим. Здесь будет такая вот китайская лапша продаваться. Посмотрите, какая красота. Блин, вообще кайф. Делаем очень длинный путь. То есть вы посмотрите, какой у меня парк аттракционов будет большой. Конечно же, всё это нужно осветить. Добавить ещё немного динозавриков, всяких фруктиков. Huge tent. Вот такой вот красно-белый tent. Что будет внутри, пока непонятно. Мы поставили мамонта, ребята! Сотрите на эту красоту. Сейчас мы дождёмся выплаты и сразу поставим себе попкорн. Близнецы-авирапторы. Что это такое? Я не знаю. О, фиолетовые динозаврики. Вот такие вот мы построили. Здесь 14 тысяч за чувака, который будет просто продавать попкорн. 14 тысяч? Ты просто продаёшь попкорн, чел? Откуда такая зарплата? Построим ещё одного мамонтика. Та-дам! Блин, кайф, вообще мне очень нравится. Строим ещё один путь и всё это продолжаем облагораживать. Нифига, это как здесь оказалось? Я купил постричкового огромного динозавра. Капец, он здоровый! Став трейлер. Так, мы делаем трейлер для рабочих. Это тоже очень важно. 15 тысяч долларов стоит безопасность и 15 тысяч долларов стоит уборщик. Прикиньте, 30 тысяч долларов сейчас отдам за эти две кнопочки. Ну, на самом деле, ничего страшного. Это прям важно. Безопасность. Это, я так понимаю, здесь будет всякая охрана. Мало ли, кто-то начнёт буянить. Всё правильно. Нам такое не нужно. Ну, а теперь, ребята, мы ещё поставим уборщика, которого, как обычно, мы не увидим. Мы просто платим за то, что они якобы есть. Ну, а теперь мы донатим на какой-то экстрим райт зоун. Эээ, а, стоп. Вот, я неправильно посчитал, мне не хватает робоксов. Так, я опять иду донатить в Лилпэй. Ссылочка в описании. Мы вернулись к этой зоне, донат прошёл. Лилпэй, как обычно, справился. И мы ставим себе экстрим зон. Мы ставим мостик и начинаем строить какую-то бешеную дорогу. Мне кажется, что это? Я что построил вообще? Что это за каменные джунгли? Так, погодите-ка. Мне просто очень интересно, что здесь будет. Мы на таком тоже катались, прикиньте, в Шанхае. Вот на таком вот мы катались, ребята. Это просто жесть, это просто жесть. Когда ты на таком катаешься, кажется, что ты прямо сейчас вот так вот врежешься об землю. Но нет, всё нормально, всё хорошо. Правда, он вот так вот через верх не катался. Ну ладно, я бы так точно обделался, если бы вот так вот мы летали. Всё, ребята, и уже бы у меня инфаркт миокарда бы случился, я бы с ума сошёл. Но, в принципе, это по-настоящему экстремальная горка. Она действительно очень страшная, всё правильно. Теперь мы добавляем ещё немного смузи, скамеек, света и какой-то экстрим грим-райд. Ооо, а вот это мне уже начинает нравиться, ребята. Посмотрите, какую огромную американскую горку мы построили. Она прям будет очень быстрая. Ну что, попробуем от первого лица проехаться? И летс гоу! Ё-моё! Так, 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 здесь ещё не стрёмно, не стрёмно, не стрёмно, не стрёмно. Здесь вот так вот мы смотрим. Ой, там кто-то кричит. Вот это вот стрёмная тема, когда тебя просто вот так вот переворачивают. И вверх ногами вот так вот стрёмно ехать! Ооо, вы слышали, как кто-то там крикнул? Не, ну я тоже кричал на таких горках, я просто орал, как в последний раз. Так, что это такое? Экстрим дроп. А, это вот свободное падение. И мы тоже на таком катались. Прикиньте, мы на таком катались! В Шанхае. Ну и в Дубае, и вообще везде на таком катались. Это прикольная тема. Дух захватывает, потому что кажется, что ты просто расшибёшься. Так, это что такое? Lost Offenses. Что? Что я купил? Вот она, вот она! Посмотрите, какая она большая! Какая она огромная просто! Вот на похожей я в Дубае катался, Ferrari World. Там было очень быстро. Вау, блин, прям захотелось на горках покататься. Такой свежий ветерок тебе дует в лицо. Экстрим, сердце бьётся тебе очень страшно. И ты просто летишь и не понимаешь, что с тобой происходит. С первого лица это даже реально похоже, как, ну, как это происходит. Короче, эта горка, это прям бенгер. Сюда будут люди приходить и просто будут очереди по 15 часов стоять. Знак зоны Дина, ага. Здесь ещё раз поставили обозначение, что это Дина зона. Короче, мы всё опять здесь освещаем и строим какую-то лестницу, ребята. А это что такое? Во, да, здесь вообще есть. Здесь мы сейчас поставим фонтан и здесь люди будут делать предложения друг другу. Вообще кайф. Ой, какая красота! Свадьбу здесь будут играть, вообще прям супер, прям песня. Ну что, посмотрите, наш парк начинает прям очень сильно застраиваться. Это не может не радоваться. Мы строим ещё фонтаны. Строим какой-то замок. Так, это что такое? А, ну это детское. Тоже нужно, поэтому мы всё здесь докупили, чтобы всё было красиво. Мне даже интересно, сколько мне приходит денег сейчас? Ого, 15 тысяч за 10 секунд. Неплохо. А вот это колесо обозрения здоровое. Оно мне даже в кадр не помещается, оно очень большое. Вау, только блин, почему здесь нет дорожек? Здесь люди по земле ходят, это очень плохо. Меня потом нажалуются, будут говорить, что у меня парк непродуманный. Вот, тут какая-то дорожка, надеюсь, что она нам сейчас поможет, да? Пересечение пути, вот, да, 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 отлично, отлично. Мы здесь сейчас построим ещё место, где можно будет покушать пиццу. А, это не пицца, это мороженое. Блин, да не, ну нужна пицца. Поездка в башню падения, 35 тысяч долларов. Чего? Ну, давайте посмотрим, что это такое за 35 тысяч долларов. Это, опять же, свободное падение, только гораздо меньше. Ну, такое более детское, ладно, понял. Мы опять строим куда-то лестницу. Я что-то не понял, зачем нам ещё одна лестница. Давайте, ребята, посмотрим. Это что? Тут будет прямо сейчас замок за 40 тысяч долларов. Ребята, я сейчас куплю какой-то замок. Так, 40 тысяч долларов замок, давайте посмотрим на него. Слушайте, ну это неплохо. Дождёмся денег и что-то мы купим. Камни за 6 тысяч долларов? А это что такое? Баннера для замка, просто вот эти вот штучки. 20 тысяч, ребята, просто 20 тысяч за вот эти вот, 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 за вот это вот. За вот это 20 тысяч. А, прикол. Мы, короче, начинаем прям отстраивать замок. Вы смотрите, что будет внутри сейчас. Сейчас придёт получка, и я сразу всё туда пущу, реально. Итак... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Интересно, а мне здесь можно жить? Ну я же владелец парка, ну почему бы и нет? Вот я вот хочу вот здесь вот жить. Меч в камне, 7 тысяч долларов просто за вот этот вот меч. Серьёзно? Принцесса, здесь сейчас будет принцесса, посмотрите. Та-дам! Прикольно, прям как в сказках. Это круто, это мне нравится. Так, принцесса, привет. Как ты выглядишь? Понятно, пока. Так, ребята, всякие платья, зеркала. Но это чисто девчачья тема, девчонки. Как вам? Напишите в комментах, я в этом не разбираюсь. Вроде красиво. Теперь мы строим какой-то принцесс-тауэр. Вот здесь вот будет типа сидеть принцесса, которая будет ждать своего принца. Ой, какая красота, вообще. Перила строим, конечно, чтобы никто не выползл. Вот так вот, случайно. У нас ещё есть навесная крышка. Короче, всякие такие, знаете, декоративные вещи. Шатёрчик. Наковальня. Блин, кстати, тоже парк аттракционов была наковальней. Мне даже делали монету с надписью Гленты, и я её потерял в этот же день. Мне не грустно, всё нормально. О, будет чел стоять из наковальни просто... Монеты делать. Мельница? Мы можем купить мельницу, погнали. Ну, это, короче, уже всё такое, типа, декоративное очень. Здесь будут продавать слитки золота. Почему-то в моём парке он, это для кого? Для миллиардеров парк? Ну, да, вообще. Я строю парк для миллиардеров. Место для пикника. Ну, это реально нужно, чтобы сосисочки жареные и шашлычок есть. Это то, что нужно. Ба-бам! Здесь мы поставим какой-то кран. Я вообще не знаю, для чего нам это. И поставили стенд. Что? Безработный 13 тысяч долларов стоит, ребят. Безработного посадить, вот. Безработный, безработный, 13 тысяч. Серьёзно? А зачем мне безработный за 13 тысяч долларов? Мне никто не скажет. 50 тысяч долларов стоят финальные ворота горки. Какие ворота? Какие финальные ворота горки за 50 тысяч долларов? Что? У меня сейчас сердце остановит. Ну и как они будут выглядеть? Вот это? И всё? Всё, тайкун завершён. Плюс 10 тысяч долларов сверху мне дали. Всё, у меня полностью завершённый тайкун. Ребята, посмотрите, какой огромнейший парк аттракционов мы с вами сделали. Я отбегу, чтобы вы могли полностью всё разглядеть. Ну, здесь, ребята, я вам просто советую поставить на паузу и посмотреть, какой же он огромный. Потому что рассмотреть хочется всё. Причём горки реально вон работают раз, два, три, вон поехало. Горки работают. Парк аттракционов прям востребованный. И приносит мне за 10 секунд 20 тысяч долларов. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Мне прям очень сильно понравился. Мне понравилась карта проработанная. Не забывайте про свой лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Глент. Всем пока! Кстати, если ты играешь в Майнкрафт, приглашаю тебя на свой сервер glentland.ru. Можно играть как с компьютера, так и с телефона. Обязательно заходи, там очень уютно. Ссылочка в описании.